Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Екатерина Царанок. Я директор Modern Education and Research Institute. На прошлой неделе мы провели открытую лекцию о том, как, используя соцсети, можно быстро перейти на онлайн-преподавание. После лекции к нам пришли вопросы. И вопросы настолько глубокие, что мы решили записать для вас это видео, потому что отвечать письменно на эти вопросы достаточно сложно. Это будут очень обширные, большие ответы. Ну и кроме того, я думаю, что эта информация, то есть ответы на эти вопросы заинтересует не только автора вопросов, но и очень многих других преподавателей, которые сталкиваются с теми же проблемами или с теми же аспектами онлайн-преподавания, которые они хотели бы для себя прояснить. Я напомню, о чём мы говорили на прошлой неделе. Мы говорили о том, что мир сегодня переживает практически революцию в сфере образования. Мы массово переходим на онлайн-преподавание, на современное преподавание, которое характеризуется. Мы можем себе представить не только тем, что образование становится цифровым, но именно вот этот вот период в некоторых странах строгого карантина, в некоторых странах нестрогого карантина, ещё нас и научил тому, что основная характеристика современного образования – это его социальный характер. Обратите, пожалуйста, внимание, что очень многие люди сейчас в данный период регистрируются на онлайн-курсы не только для того, чтобы получить диплом об окончании или сертификат об окончании этого курса, но для того, чтобы иметь возможность социализации с другими людьми, единомышленниками. И мы это замечаем также по своей деятельности. Мы проводим открытые лекции, мы проводим, вот на следующей неделе будем проводить научную конференцию в формате онлайн. И в регистрационной форме мы просим указать участников, нужен ли им сертификат об участии в данном конкретном онлайн-мероприятии, или они участвуют ради того, чтобы поделиться своим опытом, послушать, что происходит у других преподавателей. И вот где-то 35-40% участников наших образовательных онлайн-программ приходит к нам именно для участия, ради участия, а не ради соискания сертификата. Это действительно очень большой показатель. Мы стали свидетелями возникновения огромного количества новых образовательных платформ, виртуальных образовательных сред. Всё это, естественно, меняет доступ к высшему образованию, оказывает значительное влияние на методики преподавания, на методики оценивания и так далее и тому подобное. И вот в свете всего сказанного отдельное место во всех этих новых инструментах преподавания занимает социальные сети, но больше всего сеть Facebook. На лекции мы говорили про исследование, которое сделал Образовательный фонд Великобритании совместно с фондом Белла Гейтса, где Facebook был назван жизненно важным инструментом для преподавания в 21 веке. И ведь действительно обратите внимание на то, что именно Facebook сегодня, как никакая другая платформа, удовлетворяет вот этой новой характеристике социализации, о которой мы говорили в самом начале данного видео. Даже если в вашем университете есть какая-то отдельная платформа, на которой рекомендовано осуществлять онлайн преподавание, очень часто, вот это то, с чем сталкиваются, например, члены нашего института, эти платформы бывают очень сложными. Чаще всего никто преподавателю не объясняет, как правильно использовать эту платформу, никто не обучает этому. И даже если у вас все хорошо, вы прекрасно знакомы с функционалом платформы, но на сегодняшний день серверы перегружены, платформы перегружены, дождаться техническую помощь практически невозможно, потому что вот все люди, которые оказывают техническую помощь, сегодня на расхват. И вот даже у нас две недели назад на нашей предыдущей открытой лекции была такая проблема, когда мы, используя платформу, не могли 10 минут выйти в эфир. И перед нами тоже стал вопрос, нам отменять вообще лекцию или очень быстро переходить на какую-то другую платформу. И, конечно, первым же решением было перейти на страницу Facebook и вести прямую трансляцию, вести лекцию уже с Facebook. Мы, конечно, очень благодарны всем участникам той лекции за то, что они вошли в нашу ситуацию, поняли наше положение и очень быстро перешли в Facebook, то есть в течение 10 минут мы этот вопрос уладили и лекция состоялась. То есть благодаря тому, что все-таки у нас есть Facebook и у Facebook есть функционал, который может помочь преподавателю при переходе на онлайн-образование. Мы на лекции подробно рассматривали, как использовать страницы, особенно группы Facebook для преподавания, как организовать учебные модули, темы, как можно через Facebook, через группу Facebook делиться учебным материалом, как создавать документы для совместного пользования, как помогать студентам организовывать их работу в группах, как организовывать дискуссии, как проводить прямые эфиры с показом слайдов презентации, без показа слайдов презентации. Если кто-то еще не был на этой лекции, не прослушал эту лекцию, когда она находилась в открытом доступе, сейчас ее уже нет в открытом доступе, но мы всю эту информацию представили в нескольких уроках в нашей программе повышения квалификации для преподавателей, внедрение инноваций в образовательный процесс, который вот сейчас проходит онлайн, и вы можете к ней присоединиться. Итак, какие же вопросы к нам пришли после данной лекции, на которые хотелось бы дать ответ? Итак, я сейчас открою список вопросов. Итак, первый вопрос был, с помощью какого функционала Facebook оценивать работу студентов и как их оценивать? Это очень хороший вопрос, который многих преподавателей волнует. Разберемся сначала с первой частью этого вопроса, с помощью какого функционала Facebook оценивать работы студентов. И позвольте, я сейчас перейду на страницу Facebook, точнее в группу Facebook, которую мы создали вот в рамках той лекции, чтобы показать, как работать с Facebook для преподавания. И я покажу, какой функционал Facebook может нам помочь в данном отношении. Мы сейчас находимся на странице Facebook группы Мэри. Это группа учебная. Она была создана в рамках открытой лекции, где мы рассказывали и показывали, как создавать учебные группы, учебные классы, используя функционал Facebook. Итак, мы находимся на вкладке модулей. Обратите, пожалуйста, внимание, это очень важно. На вкладке модулей, как создавать модули, мы тоже объяснили на открытой лекции. А сейчас эта информация доступна в программе повышения квалификации, внедрение инноваций в образовательный процесс. И вот, пожалуйста, посмотрите. Один из типов публикаций, которые вы можете сделать, это тест. Обратите внимание, создать тест кнопочку. Мы ее нажимаем, и у нас открывается форма, которую мы можем как преподаватели заполнить. Конечно же, можно также сразу же назначить баллы за вопросы. И, как вы видите, здесь возможно проведение, только вот то, что называется multiple choice test. Это очень ограниченный, конечно, функционал для оценивания студентов. То есть даже мы говорим о том, что вот такие multiple choice test, они не очень-то сильно и показаны для оценивания знаний студентов, поэтому мы можем его использовать. В каких случаях наиболее эффективно используются именно данный функционал. Если вы посмотрите интервью с профессором Гарвардского университета Эриком Мазуром, это интервью очень тоже интересное, оно находится в открытом доступе. И во многих наших и статьях, и видео мы ссылаемся на это интервью и на те методики, которые рекомендует профессор Эрик Мазур. Так вот, он всегда проводит вот такой тест перед началом своего курса. То есть когда студенты еще ничего не знают, они даже не знают имя и фамилию преподавателя, когда приходят на курс, они сразу же получают вот такой вот тест по своему курсу, где преподаватель собирает информацию, насколько студенты подготовлены, насколько они умеют интуитивно мыслить, то есть насколько у них есть уже знания из других предметов, которые помогают им при логическом рассуждении прийти к верному ответу вот в рамках данного курса. Ну и кроме того, он это использует для повышения мотивации студентов к обучению на курсе, потому что им, конечно же, после того, как они ответили на вопросы этого теста, практически интуитивно, им очень хочется разобраться и понять, были ли они правы или не правы в своих ответах. То есть он как бы два зайца убивает, проводя такой тест в самом начале курса. Он повышает мотивацию студентов к обучению, это раз, и второе, он понимает, на каком уровне знаний, логики, мышления находятся студенты, и, соответственно, он может каким-то образом свой курс адаптировать под их уровень понимания. Вот, это один из функционалов Facebook, который можно использовать. И второй функционал, о котором мы более подробно на примере поговорим чуть-чуть позже в рамках данного видео, это проведение дискуссии. И мы поговорим о том, как оценивать дискуссию несколько позже. Что касается вообще оценивания, оценивания при предоставлении онлайн-образования, это очень сложный вопрос. И я боюсь, что на сегодняшний день какого-то действительно такого позитивного, классного ответа, ну, наверное, ни у кого нет. Весь мир, затаив дыхание, смотрит на то, что будет происходить в этом отношении в Азии. Это Китай, Гонконг, Сингапур. Именно эти страны были первыми, кто вот так вот массово перешел на онлайн-образование, когда начался кризис, связанный с распространением коронавируса. Они были первыми странами, кто оказался затронут, кто был вынужден перейти на онлайн-преподавание. И Гонконг даже еще несколько раньше. В Гонконге, если вы помните, в ноябре проходили антиправительственные беспорядки. И уже тогда университеты закрывались. Но закрывали именно свои кампусы. А преподавание они все-таки продолжали. Вот они уже тогда в ноябре перешли на онлайн-образование. И даже в районе вот Нового года какие-то университеты проводили экзамены в формате онлайн. Но, насколько я понимаю, это был вот не совсем еще показательный опыт. Поэтому то, что будет в Азии, вот в этих китайских, гонконгских, сингапурских университетах, это станет, не знаю, отправной точкой для европейских и американских университетов о том, в общем-то, как им проводить свои экзамены после обучения студентов онлайн. 2020 год, как это ни странно, это стал первым, наверное, годом в истории образования, когда экзамены тяжелее для преподавателя, чем для студента, потому что четкой какой-то методики, четких критериев, как это сделать, не существует. Опять-таки, если мы посмотрим на азиатский мир, то вы наверняка слышали, что им пришлось отменить весенние экзамены на предоставление диплома о среднем образовании, то есть выпускные экзамены. Им пришлось перенести вступительные экзамены просто потому, что им, ну, допустим, на вступительных экзаменах им предстоит протестировать 10 миллионов человек, и они просто не знают, как это все сделать онлайн. То есть мы до сих пор еще полагаемся очень сильно на присутствие людей в аудитории, да, для проведения экзамена. И наши критерии, цели экзаменов, они соответствуют именно вот этой ситуации, когда студент находится в аудитории, получает тест, либо письменное задание, либо устное задание и так далее. Поэтому, да, мы тоже будем с вами следить за развитием событий, и мы вот в Modern Education and Research Institute будем собирать для вас эту информацию и передавать по мере ее поступления. Ну, мы тоже вам советуем смотреть и читать новости именно в азиатских странах о том, что там происходит с точки зрения оценивания результатов онлайн-образования. Тем не менее, есть некоторые рекомендации, которые эксперты уже давно дают тем, кто осуществляет онлайн-образование. Но я хочу сказать, что, наверное, до сегодняшнего момента онлайн-образование было очень популярно вот в сфере именно повышения квалификации, какого-то постдипломного образования. Это немножечко тоже другое. То есть когда нам надо с вами оценивать бакалавров или магистров, здесь есть свои нюансы. Тем не менее, вот некоторые рекомендации, которые мы находим у ведущих экспертов, которые работают в элитных университетах Европы и Америки, мы можем собрать и вам предоставить. То есть, наверное, первая рекомендация – это не дожидаться финального экзамена, а проводить такие промежуточные экзамены, промежуточные контрольные работы в течение всего семестра. Зачем это нужно? Я опять-таки покажу слайд. Слайд исследования Лёвенского университета, который вот нам демонстрировал один из лекторов нашей очной программы повышения квалификации для преподавателей вузов. Как вы видите, на вот этом красном или, можно сказать, на оранжевом графике мы четко видим, что студенты в течение всего семестра не работают, то есть практически ничем не занимаются, кроме того момента, когда уже действительно им нужно подготовиться к экзаменам, когда им уже дается время, вот это бесконтактное время на подготовку к экзамену, только тогда они начинают читать литературу, тогда только они начинают что-то изучать и уже сдают экзамены, то есть у них работает только краткосрочная память, они сдают экзамены, благополучно все забывают. Что касается преподавателей тоже, преподаватель получает результаты экзаменов своих студентов, что он с ними делает, уходит на каникулы, все. Поэтому преподаватели Леванского университета предлагают использовать другую систему, то есть они разбивают весь курс или весь семестр или весь блок занятий на составляющие и проводят постоянно промежуточные экзамены, то есть устанавливают какие-то дедлайны для изучения определенного материала и затем проводят какое-то тестирование или экзаменовать студентов на предмет того, насколько они освоили этот конкретный блок материала, который нужно было изучить. И, как вы видите, это вот зеленая или салатовая кривая, она нам показывает, что работа студентов распределяется в течение всего семестра достаточно равномерно. У студентов включается долгосрочная память, они действительно намного лучше постигают предмет, они намного лучше сохраняют те знания, которые они получили в рамках курса после того, как проходят финальные экзамены. А вот, допустим, тот преподаватель, который у нас на точном курсе повышения квалификации для преподавателей читал лекцию, он сказал, что полностью отказался от финального экзамена в пользу именно промежуточных экзаменов, и его оценка складывается всегда из оценок промежуточных экзаменов. Но, как мы знаем, преподаватели в системе, допустим, европейской, они более автономны профессора, то есть они могут сами решать, как они будут проводить оценки, по каким критериям, то есть у них особенно нет каких-то указаний со стороны университета или со стороны, допустим, министерства образования о том, как это делать. То есть они могут себе это позволить, но я думаю, что и в наших странах ситуация тоже будет меняться в сторону больше автономии преподавателя в рамках преподавания и оценивания своего предмета. То есть вот это вот первый момент проводить оценивание не в течение всего курса, а не дожидаться последнего финального экзамена, который с точки зрения проведения его онлайн очень сложно было бы провести. Следующий момент – это использование платформ на основе искусственного интеллекта. Опять-таки на одной из наших точных программ повышения квалификации нам профессор Бельгийского университета рассказывала о платформе Перусо, которую он использует для проведения оценивания письменных работ студентов. Это тоже гарвардская платформа, она совершенно бесплатна для преподавателей. То есть любой преподаватель может ее загрузить и использовать. У нее единственное, скажем, с точки зрения, допустим, преподавателя постсоветского региона, единственный недостаток заключается в том, что, по крайней мере, на данный момент эта платформа поддерживает не все языки, еще далеко не все языки, хотя она развивается, и я думаю, что дополнительный функционал на разных языках мира будет доступен весьма скоро. Так вот, профессор нам говорил о том, что инструменты искусственного интеллекта настолько эффективны, что, оценив огромное количество работ своих студентов письменных, он пришел к выводу, что, в общем-то, он согласен с оценкой, которую выставляет искусственный интеллект, на 95%. То есть в редких случаях, когда оценка действительно очень сильно низкая, он перепроверяет и может на основе каких-то своих критериев эту оценку чуть-чуть подтянуть. Это вот единственное. Но он говорит, что в таких случаях около 5%, поэтому, в общем-то, данной платформе Перусл он вполне доверяет. Следующий вариант, как можно оценивать работу студентов, это устраивать вот то, что называется peer review. Обычно мы знаем, что peer review очень популярно среди ученых. Для того, чтобы опубликоваться в каком-то рейтинговом журнале, необходимо пройти peer review. Но сейчас очень популярен этот подход тоже и для оценивания работ студентов. То есть, когда студенты оценивают студента. И, опять-таки, если вы посмотрите выступление Дафни Коллер, а это сооснователь платформы Coursera, я напомню, что платформа Coursera на сегодняшний день очень популярна, она практически, наверное, самая популярная платформа проведения массовых онлайн-курсов. Количество пользователей на сегодняшний день 30 миллионов человек. Так вот, Дафни Коллер говорит, что, естественно, они столкнулись с проблемой, как оценивать такое большое количество студентов. Если на одном курсе, можете себе представить, там, 100, 120 тысяч, 200 тысяч студентов. Естественно, преподаватель не может просмотреть такое огромное количество работ, учитывая еще, что после завершения каждого блока, если бы кто-то работал на Coursera, после завершения каждого модуля или блока, обязательно есть какой-то экзаменационный элемент. То есть, естественно, у преподавателя не будет возможности, даже у всех его ассистентах не будет возможности прочитать все ответы и дать обратную связь. Поэтому они активно используют вот эту методику peer review, оценивание студентов и студентов. И вот она говорит, что на основании их исследования, а это, извините, база данных 30 миллионов человек, оказалось, что оценка, выставленная студентами студента, очень сильно, очень сильно близка к той, которую бы поставил преподаватель. Очень сильно близка. А когда студент оценивает сам себя, и это еще один метод, как можно проводить оценивание онлайн-образования, это попросить студента оценить самого себя. Так вот, студенты обычно наиболее критичны, они даже больше критичны к своим собственным ответам, чем преподавателям. Конечно, когда проводится оценка студентам самого себя, необходимо ему коммуницировать цели обучения заранее, чтобы он понимал, на что ориентироваться. Но вот еще при оценивании студентам самого себя очень полезно, очень рекомендуется использовать такой вопрос, какова была личная цель студента при участии в данном курсе и смог ли он ее добиться. И вот таким образом, опять-таки, вы можете, как сказать, убить двух зайцев. С одной стороны, понять, насколько студент, в общем-то, сам доволен своей работой, а с другой стороны, оценить еще и себя как преподавателя, потому что если все-таки студент, скажем, ставит очень конкретную, четкую цель перед собой при участии в курсе, в онлайн-курсе, и ее достигает, это очень большой степени заслуга преподавателя. Ну и мы добрались до темы дискуссии, это тоже такая достаточно обширная тема, то есть, конечно, проводить дискуссию, это самая удобная, самая удобная форма работы в формате вот онлайн-образования, онлайн-преподавания. И дискуссию, конечно, ну это очень трудоемко прочитать, отследить все комментарии и так далее, но дискуссию уже, конечно, можно оценить. Здесь у нас есть, например, такой функционал, например, я говорю, как таксономия блюма, то есть, если будет интересно, если вы в комментариях напишите, укажете, что имеет смысл сделать отдельную лекцию по таксономии блюма, мы с большим удовольствием ее проведем. Но, по крайней мере, в дискуссии вы можете оценивать, на каком уровне мышления находится студент, если вы помните, что таксономия блюма, она нам предлагает рассматривать два уровня мышления, более низкий уровень и более высокий уровень. То есть, конечно, вы здесь уже легко заметите, что, с одной стороны, первый уровень – это когда студент, например, дает какой-то аргумент и может действительно выбрать правильную теорию, правильную концепцию для доказательств своей точки зрения. Более высокий уровень мышления – это когда студент может комментировать, например, аргумент другого студента, опять-таки, правильно выбрав теорию, правильно выбрав какой-то концепт, то есть по существу прокомментировать и доказать это. Еще более высокий уровень мышления – это когда студент уже может задействовать какой-то свой профессиональный опыт или личный опыт. Ну и самый высокий уровень мышления – это когда студент может уже задействовать, допустим, ну какие-то ресурсы, полученные им в результате своего собственного труда. То есть не секрет, что очень многие студенты имеют параллельно с учебой какие-то свои бизнес-проекты. Это особенно, особенно характерно для студентов IT-специальности, каких-то инжиниринговых специальностей. Я знаю, что многие студенты, еще находясь в обучении, там на третьем курсе, четвертом курсе, если мы говорим про IT-студентов, уже имеют свои какие-то приложения написанные, свои какие-то программы, которые, может быть, даже они продают и продают весьма успешно. Многие студенты, допустим, каких-то инжиниринговых специальностей имеют собственные инновационные какие-то разработанные ими материалы и так далее. То есть они уже могут даже не только свой какой-то профессиональный опыт, который они получают, в том числе и через участие в проектах, которые вы им создаете, но они еще могут привлекать свои ресурсы, то есть делиться тем, что они сами наработали в процессе обучения. Ну, конечно, вот здесь немножко уже легче. То есть они могут, конечно, более такие лаборированные, более интересные аргументы и комментарии в дискуссии предлагать. Следующий вопрос, который к нам пришел после лекции, это стоит ли комментировать оценки, выставленные студентом. Может быть, оценки каждому студенту комментировать им не стоит, но что стоит обязательно делать в онлайн-обучении, это давать обратную связь, то есть давать фидбэк. Во-первых, ну, об этом мы говорили очень много и на других наших открытых лекциях, что любой комментарий в онлайн-обучении, который студент сделал, на него нужно обязательно отреагировать. То есть, по крайней мере, вот самое малое, что вы можете сделать, это поставить лайк, чтобы студент видел, что действительно вы присутствуете в этом онлайн-пространстве, вы уделяете время ему в том числе прочитать его комментарии. Это самое минимальное, что вы можете сделать. Следующее, что вы можете сделать, это откомментировать, допустим, его комментарий, или дать ему какой-то фидбэк студенту. Опять-таки мы прекрасно понимаем, что это очень трудозатратно. Действительно, преподавателю придется очень много времени уделять нахождению вот в этом виртуальном образовательном пространстве, будь то Facebook или будь то какая-то профессиональная платформа. Здесь, конечно, очень важно иметь, наверное, каких-то ассистентов, которые могли бы вам помогать отслеживать эту дискуссию и обязательно-обязательно давать фидбэк. Еще, что очень важно при обратной связи, это чтобы она была дана вовремя. Для мотивации студента это имеет первостепенное значение, когда он провел какую-то работу, он оформил результаты проведенной работы в комментарии, написал этот комментарий. И вот именно вот в этот момент, то есть как бы в течение, может быть, там, я не знаю, суток, а то и там нескольких часов, очень ему важно получить обратную связь от преподавателя, хотя бы просто знать, то есть хорошо он сделал, нехорошо, правильно написал, неправильно. То есть это для мотивации студентов и поддержания, скажем так, их уровня вовлеченности в онлайн-образование, это имеет огромное-огромное значение. Дальше вопрос такой был, какие типы заданий предпочтительным дистанционным обучением посредством Facebook. Ну вот, как я уже сказала, это, значит, дискуссии и работы в группах. Если мы вернемся к Facebook, мы можем с вами обратить еще внимание на такую особенность Facebook, на такой его функционал, как то, что вы можете сдавать студентам какие-то индивидуальные задания, и они будут создавать уже свои группы на Facebook, не в рамках вот вашей группы действовать, а создавать свою группу на Facebook, и вы можете привязывать группы студентов к вашей основной группе. Обратите, пожалуйста, внимание, мы находимся на главной странице нашей группы в Facebook, экспериментальной, которую мы создали для того, чтобы показать преподавателям, как можно использовать Facebook для преподавания. И у нас на страничке обсуждения, вот здесь левое, пожалуйста, меню, страничка или рубрика обсуждения, мы здесь видим такой функционал, как привязать группу. Для того, чтобы вы смогли эффективно, быстро отслеживать работу в каждой группе, надо не забывать попросить их, чтобы они сделали вас модератором в их как бы подгруппах, и вы сможете туда очень быстро заходить, смотреть, как идет работа в этой группе, может быть, направлять, комментировать и так далее. Вот этот функционал тоже обязательно нужно использовать. Какие задания можно давать для группового использования? Я предлагаю обратить внимание на пример из того же исследования, которое я упоминала в самом начале этого видео. Это исследование образовательного фонда в Великобритании, совместно с фондом Билла Гейтса, исследование, как британские университеты используют онлайн преподавание или преподавание через Facebook. И вот еще хотела бы показать одну страницу, опять-таки страница, конечно же, Facebook, Tower of London, лондонский Tower. Если вы обратите внимание, скажем так, каждый пост описывает некое событие, произошедшее с Tower of London в определенный день. И всегда этот день будет соответствовать реальному дню. То есть каждый день мы видим какое-то историческое событие. Какое-то историческое событие. То есть 15 марта этого года было опубликовано событие, которое произошло 15 марта 1554 года. Но, естественно, оно касается именно Лондонского Tower. И так далее, и тому бесподобно. То есть если вы посмотрите, пройдетесь по этой странице, то, конечно же, вы увидите, что все сообщения, все посты на данной странице, они совпадают с датой события, которая описывается в данном посте. Это очень, скажем так, такой вот интересный прием, который использовал один из лондонских университетов в своей работе. То есть преподаватель истории предложил своим студентам в качестве проекта, который они реализовали на Facebook, создать страницу, посвященную холодной войне. И задание было таким. Студенты должны были представить все события холодной войны, хронологию этих событий, день за днем, так, чтобы они соответствовали актуальному дню. И действительно группа студентов работала. Вот по аналогии с лондонским Тауэром они сделали страницу, только она была посвящена, вот как я уже сказала, событиям холодной войны. И стала настолько популярной среди научного сообщества, что даже историки туда ходили за информацией и ссылались на эту страницу, допустим, там, ну, каких-то своих статьяков, каких-то своих исследований. Это, с одной стороны, вот такой вот позитивный побочный эффект от проведения данного проекта. А второй побочный эффект заключался в том, что преподаватель истории, который такое задание задал студентам, он рассказал о том, что студенты настолько увлеклись этой работой, что в качестве своих выпускных работ они стали выбирать тоже какое-то событие историческое и изучать его, вот создавая такую хронологию о событии на Фейсбук по аналогии с Лондонским Тауэром, по аналогии с Холодной войной и так далее. То есть действительно это очень увлекло студентов и как один из вариантов задания, который вы можете дать своим студентам в группе, можно использовать вот этот пример. Следующий пример мне тоже показался очень удачным. Это преподаватель другого лондонского университета. Он инициировал среди своих студентов дискуссию об этических аспектах, ну, различных манипуляций с ДНК. Он создал специальную страницу для этого, и студенты должны были на этой странице оставлять свои, допустим, комментарии, то есть какой-то аргумент, какая-то светочка зрения, но она обязательно должна была быть подкреплена какой-то научной статьей или видео, или то есть еще что-то, какой-то научный материал должен был содержаться в этом посте студента, чтобы преподаватель принял данный ответ. И сначала студенты, допустим, просто искали материал, обосновывали свою точку зрения и размещали на данной странице, потом студенты начали комментировать на комментарии, то есть, скажем, на посты других студентов. То есть действительно завязалась дискуссия. И в этой дискуссии, поскольку каждый комментарий должен был быть подкреплен источником, сложилось следующее, что, во-первых, этот преподаватель получил огромное количество материала, наверное, для своей исследовательской работы, потому что он собрал, во-первых, полную палитру точек зрения на данный вопрос, он собрал огромную-огромную библиотеку научного материала, который мог использовать. Ну и, соответственно, он также научил своих студентов через вот это упражнение, ну вот как мы говорили по таксономии Блюма, мышлению более высокого характера, то есть мышлению уже с точки зрения какого-то там профессионального опыта, личного опыта, привлечения ресурсов дополнительных, для поддержания своей точки зрения. То есть это действительно тоже была очень интересная и очень полезная работа, которая проводилась тогда преподавателем, и тоже эта страница какое-то время была в открытом доступе, и согласно его, этого преподавателя, отзывам очень-очень многие его коллеги по научному интересу также ссылались на данную страницу и действительно считали ее весьма экспертной. Вот, пожалуйста, тоже такие такие виды заданий вы можете задавать и своим студентам. Ну и еще несколько рекомендаций, которые были даны у нас в статьях, да, если вы зайдете на страницу в фейсбуке Modern Education Research Institute, вы увидите ссылки на статьи, где мы описывали инструменты для быстрого перехода на онлайн-преподавание, и вот там есть такие рекомендации, как просите своих студентов представлять результаты выполненного задания, например, в качестве видео, загруженного на YouTube, или в качестве подкаста, или, допустим, ну, как мы уже говорили, там, в качестве какого-то выполненного проекта тоже на, допустим, в фейсбуке и ссылку на, вот, допустим, эту страницу или ту группу, которую студент открыл в результате выполнения данного задания. Ну, и еще очень такой интересный, наверное, интересный вид задания, это попросить студента не просто выполнить задание и отчитаться о результатах, но описать шаги, которые необходимо было ему предпринять для решения задачи или для выполнения задания. Это тоже во многом повышает уровень мышления студентов и вы можете, ну, во-первых, проследить, да, насколько честно студент выполнил задание, не списал ли он где-то результат из какой-то, допустим, я не знаю, книги или, может быть, у коллеги. И если какая-то есть проблема или ошибка в результатах, то вы можете также отследить, на каком шаге эта ошибка произошла и помочь студенту данную ошибку исправить. Вот такие рекомендации можно дать по оцениванию, по проведению работы при преподавании онлайн и оценивании результатов онлайн-обучения. И в завершении данного видео я хотела бы добавить только то, что действительно это очень большая проблема вот сейчас оценивание результатов онлайн-обучения. настолько большая, что, наверное, первый раз в жизни преподаватели, особенно высшей школы, стали обращать особое внимание не на повышение квалификации в своей среде научного интереса или в предмете научного интереса, а именно по педагогике. И программы повышения квалификации по педагогике, по методикам, инструментам преподавания сейчас стали необыкновенно популярными. Я хочу обратить ваше внимание на то, что Модель Education Institute предлагает две программы повышения квалификации для преподавателей в формате онлайн. Первая – это модернизация профессиональной деятельности преподавателя в ВОЗа. И вторая – это внедрение инновационных инструментов в образовательном процесс. Вы можете также эти программы у нас приобрести. Для членов нашего института всегда действуют безпрецедентные скидки. Мы будем очень рады приветствовать вас в нашем образовательном академическом сообществе.